Формула счастья. Но перед тем, как начать говорить о формуле, давайте попробуем дать определение счастью. Я однажды была в Риге на творческом вечере Романа Григорьевича Виктюка. И мне понравилось, как он дал свое определение счастью. Счастье — это короткий светлый промежуток между чередой несчастья. Когда все плохо, 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 а потом вдруг раз, хорошо, человек вздохнул и пошел дальше. Я, конечно, очень примерна и неточна это процитировала, но суть, по-моему, в этом. Формула счастья. Это значит, надо какие-то слагаемые придумать, какое-то уравнение. Но слагаемые счастья, мне кажется, это когда... Конечно, у тебя есть мечта, ты к ней идешь. Ты понимаешь, что без осуществления этой мечты жизнь твоя, в общем, особого смысла не имеет. Когда есть мечта, когда есть цель, это здорово, это уже счастье. Но мне кажется, что очень-очень сильно, очень-очень сильно желать осуществления своей мечты не надо, это вредно. Я не знаю, кто, где-то я вычитывала или где-то услышала. Кто-то из психологов, кто-ли из буддистов сказал, что когда ты слишком чего-то желаешь, ты немножко как бы душишь пространство. Ты не даешь ему реализовать эту мечту, когда очень сильно настойчиво, циркуляторно, все время, значит, думаешь, желаешь, очень слишком этого хочешь. Надо легко желать, надо легко хотеть. И тогда пространство тебе будет в этом, тебе помогать. Вот. Поэтому, значит, какие у нас уже получаются слагаемые уравнения? Мечта и легко мечтать. Третьим бы слагаемым я, наверное, назвала желать счастья другим людям. В первую очередь, конечно, своим близким, родным. Ну, а если хватает душевных сил, то и всему человечеству. Пусть все будут счастливы. Я в своей утренней молитве всегда говорю, пусть будут все живы и здоровы, но, по крайней мере, вот мой круг, мои близкие, мои знакомые. Вот. И, конечно, уметь радоваться, когда счастлив другой, это тоже слагаемое счастье.